В Актау с начала года за выброс мусора в неположенном месте оштрафовали десятки человек. Суммы взысканий при этом немаленькие, однако люди продолжают мусорить, и в итоге это превращается в целые стихийные полигоны. Их выявляют и сами коммунальщики, и специалисты космического мониторинга. Они отслеживают появление несанкционированных свалок с космоса с помощью спутника. В этом году таких незаконных точек хранения отходов обнаружено почти 70. Чтобы убрать их, проводятся санитарные очистки Тамары Степанова о том, как борются с мусорным коллапсом в прибрежном Актау. Жители Приморского города часто жалуются. Актау превращается в мусорный полигон. Соцсети то и дело пестрят публикациями. В них горы отходов, причем не только возле жилых домов, но и в частности на пляжах. Хуже всего дела обстоят в строящихся микрорайонах. Смердящее соседство только усугубляется жарой. Любой мусордущий, как и тюгет. Вечером на улицу выйти невозможно. Запах стоит отвратительный. Сплошной мусор везде. Вокруг дома стройки. Невозможно открыть окна. Иногда видим. Вдали машины приезжают и скидывают мусор. Сразу кричим им, ругаем, пресекаем это. В начале этой недели территория резиденции Р1, что недалеко от набережной, была полностью очищена от мусора. С помощью спецтехники собрали 54 тонны отходов, которые вывезли на полигон. Что касается тех, кто мусорит в неположенном месте, то их штрафуют. Небрежно выброшенный пакет с отходами обойдется в 60 тысяч тенге. Предприятия платят больше. Штрафами с начала года наказали уже больше полусотни человек. Однако в Акимате говорят, такая мера нарушителей не отпугивает. Несмотря на большие штрафы, горожане продолжают выбрасывать мусор в неположенных местах. В 2020 году на территории Актал национальная компания «Казахстан-Гараш-Сапары» указала нам на 68 точек с отходами. 64 из них мы полностью очистили. На текущий год зафиксировано еще 63. Плюс остались 5 неочищенных территорий с прошлого года. Суммируя, получается 68 точек. До конца лета планируем полностью все очистить. С городских пляжей и набережной Каспии отходы вывозят два раза в день. Местные власти планируют установить здесь специальные предупредительные знаки и увеличить количество точек сбора мусора. Сейчас на набережной установлено около 90 контейнеров. Их, конечно же, мало, ведь количество отдыхающих увеличивается. Но должны помочь штрафные санкции. Кроме того, чиновники надеются на сознательность людей и их любовь к родному городу. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Октава, Итоги дня.